Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом ролике я вам расскажу, как слегка повысить FPS в Horizon Forbidden West, а также избавиться от лагов и фризов. Покажу два пресета настроек графики для слабых и более мощных систем. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Первое, что мы делаем, залетаем в Horizon, нажимаем настройки, переходим на вкладку экран. Режим окна, ставим полный экран, либо эксклюзивный, как больше нравится. Разрешение экрана, по соотношению к твоему монитору. Если вдруг у тебя слабенькая система, и у тебя есть большое желание поиграть, тогда в этом случае можешь понизить разрешение, допустим до 1280 на 720. Да, картинка будет очень пиксельная, но тем не менее. FPS прибавится почти в два раза. Или вообще можешь поставить 800 на 600. Вертикальная синхронизация. Тут по желанию я лично оставляю включенным. Технологии Nvidia Reflex. Для слабых систем, допустим 1060, 1070 и так далее, мы конечно же отключаем. Для видеокарт 3060 Ti выбираем включить. Сглаживание, либо способ масштабирования, что выбрать. И я покажу два пресета. Для двух разных систем. Для более мощных, допустим 3060 Ti, и ее аналоги, либо выше по производительности. Так как в этом случае при определенных настройках графики, где практически не ухудшается картинка, ну, FPS вырастает где-то, наверное, на процентов 20. То есть в моем случае в среднем в 2К разрешении 95-100 FPS. В замесах падает до 75. В принципе вполне играбельно. Второй пресет уже для слабеньких систем, естественно, допустим 1060, возможно, но скорее всего где-то 1070, 1080 и ее аналоги. В общем начнем для более мощных. Если мы включаем способ масштабирования, сглаживание у нас отключается. Динамическое разрешение, конечно же, отключаем, не пользуйтесь этой штукой, не нужно. Потому что у нас есть способ масштабирования. Выбираем DLSS и оставляем на качество. Ставить ниже не рекомендую, картинка сильно ухудшается. В 2К разрешении на пресете качество, мыло, каких-то лесенок и так далее практически не видно. В Full HD у вас будет это заметно. Но для 3060 Ti в Full HD DLSS лучше отключать, а просто включить сглаживание и выбрать на DLA. Генерация кадров. Если у тебя есть поддержка, то, конечно же, включай. Особенно для 4К. Переходим на графика. Нажимаем да. Качество текстуры. Все зависит от объема видеопамяти. Если у тебя 8 гиг и более, выбираем качество текстур высокое, либо максимальное, как тебе больше нравится. Если менее 8 гиг, то ставишь среднее, либо низкое. Фильтрация текстур. 8х или 16х. Я оставляю на 8х. Качество теней. Среднее. Можно, по сути, и отключить. Но без теней игра слишком становится, ну, не такая атмосферная. То есть, картинка, ну, очень сильно ухудшается. Кстати, есть занимательный факт. Если ты будешь делать настройки в самой игре, то есть не в главном меню, как сейчас я это делаю, а уже в самой игре, большая вероятность того, что у тебя произойдет какой-то странный баг. Скорее всего, он связан с оптимизацией. Я вчера еще стримил Horizon. Те, кто были на стриме, прекрасно наблюдали, что очень странно себя ведет игра во время тестирования настроек. Каждый раз нужно в игру перезаходить, чтобы увидеть изменения по FPS, иначе оно вообще не будет меняться, кроме качества теней и еще какой-то параметра вроде облака. Иногда с тенями, как сейчас я на экране это показывается, было 60 стабельных FPS на максимальном пресете. Я поставил просто на средний пресет и FPS упал до 38. И пока я не перезашел в игру, мой FPS не изменился, то есть нужно в менюшке настроить, выйти из игры, потом снова зайти в игру и уже наблюдать за изменениями. Может быть это у меня такой баг, либо с патчами поправят, но на всякий случай, чтобы ты был в курсе всех событий, что при любых изменениях в настройках лучше всего перезайти в игру. Тени в экранном пространстве. Включить затенение фонового света. ССАО, по факту можно отключить, но тоже очень сильно влияет на атмосферу, на погружение, на объем самих текстур получается. Отражение в экранном пространстве. Я оставляю на высокое, можешь по желанию поставить на низкое. Детализация, тут тоже два варианта. Высокое, либо среднее. Качество волос. Высокое. Волосы, если что, влияют только на Элой. На всех остальных персонажей нет никаких изменений, мы это вчера выяснили уже на стриме. Качество людей. Среднее. Качество рельефа. Среднее. Качество воды. Низкое. Качество облаков. Тоже низкое. Можно тоже поставить на максимальное. По фпсу там особой разницы и нет. Небольшая. Но, вы видели эти облака? Ну, они выглядят, честно, ужасненько. Поэтому, что низкие, что максимальные. И какие-то пнгшные картинки стоят. Короче, я решил поставить на низкие. Качество прозрачности. Высокое разрешение. Карты для затенения. Включить. Поле зрения. Тут по желанию, если поставишь плюс, то на фпс чуть-чуть будет влиять. Глубина резкости. По желанию, можешь по факту отключить. Можешь включить, как больше нравится. Я отключаю. Ореолы. Эффекты скорости. По желанию, резкость. Тоже. Все зависит от твоего монитора и от твоих личных предпочтений. Блики линз. Виньетка. Радикальное... Хе-хе-хе. Радиальное размытие. И хроматические аберрации. Тут по желанию я оставляю включенным. Виньетка. Вчера тоже клацал, тыкал, смотрел. Ну, прикольно, я решил оставить. Теперь то, что касается у нас второго пресета. В этом случае у нас, скорее всего, DLSS не будет работать. Ну, если у тебя, допустим, 1070, да? Можешь, конечно, включить AMD FSR. Но я не рекомендую для видеокарт 1080 включать масштабирование. Смотри, что мы делаем. Сглаживание. Выбираем. По возможности DLA. NVIDIA Reflex мы, конечно, отключаем. Нажимаем применить. Да. Переходим на графика. Качество текстур. Скорее всего, у нас объем будет менее 8 гиг. Поэтому ставим низкое, либо среднее. Для 1080 можешь поставить на высокое. Фильтрация текстур. Здесь можно выбрать 2х, либо 3 линейное. Качество теней. Низкое, либо очень низкое. Не рекомендую отключать, потому что, ну, ты сам понимаешь, не очень приятно будет играть. Тем более в одиночную сюжетную кампанию, где хочется насладиться еще и картинкой. Поэтому посмотри, постарайся и все-таки оставить хотя бы на очень низкое. Тени в экранном пространстве. По желанию. Затенение фонового света. Отключить. Отражение в экранном пространстве. Низкое. Детализация. Среднее. Качество волос. Очень низкое. Качество людей. Низкое. Качество рельефа. Низкое. Вода. Низкое. И облака тоже низкие. Качество прозрачности. По умолчанию. Затенение. Выключаем. Поле зрения. По желанию. Лучше оставить на 0%. Глубина резкости. То же самое. По желанию. И все. Основное уже смотри, как тебе больше нравится на фпс. Но если влияет, то там 1-2 кадра. По настройкам получается как-то так. Это у нас настройки для слабых систем. После этого сохраняем настройки. Выходим из игры. И делаем небольшую настройку уже на рабочем столе. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После настройки графики в самой игре, нажимаем поиск, пишем панель управления, электропитание, показа допсхемы и ставим галочку на высокая производительность. Если вдруг тебе интересно, как включить максимальную производительность, в конце ролика покажу. Далее нам нужно перейти в папку с игрой. Если игра в стиме, открываешь стим и просматриваешь локальные файлы. Находим приложение Horizon Forbidden West, нажимаем PKM, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее изменить параметр высокого DPI и ставим галочку на режим масштабирования, нажимаем ok, применить и ok. Копируем путь к самому приложению, нажимаем PKM, копировать, нажимаем поиск, пишем настройки, графики, на Windows 11 чаще всего приложения уже автоматически здесь добавлены, но как видите не всегда. Поэтому нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь, приложение Horizon добавить, нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Переходим на стандартные параметры графики, если твоя система поддерживает аппаратное ускорение, тогда можешь эту галочку включить. После всех настроек обязательно сделай перезагрузку своей системы, но если ты стримишь игры, отключаешь, если твой процессор слабее чем видеокарта, тоже отключаешь, типа нет смысла. Оптимизация для игр в оконном режиме, конечно же включаем. Далее нам необходимо сделать небольшую оптимизацию и настройку нашей видеокарты. Если у нас видеокарта от Nvidia, нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления Nvidia. Здесь у нас есть два варианта, сделать настройку на глобальных параметрах, либо отдельно для игры. Если второй вариант, переходим на программные настройки, в списке ищем Horizon, если его здесь нет, допустим, нажимаем добавить, ищем в этом списке. Ну скорее всего он уже будет. Если нет, то нажимаем обзор, вставляем наш скопированный путь и приложение Horizon открыть. Здесь по факту все проще простого. Если анезотропную фильтрацию будем использовать в игре, тогда оставляем управление от приложения. Если мы ее отключаем в игре, тогда можешь отключить. Вертикальный синхроимпульс. Если в игре будешь включать, оставляешь по дефолту использовать настройку 3D приложения. Если отключаешь, то выкол. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Vulcan OpenGL. Использую цепочку буферов DX. Частота обновления твоего экрана. Высшая, доступная. Режим низкой задержки. Так как это одиночная игра, можно отключить. По крайней мере в панели управления NVIDIA. В самой игре уже по желанию можешь выбрать на вкл. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. OpenGL. Приоритет совместимости. Фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. Оптимизация включить. Отрицательная. Разрешить. И трилинейная оптимизация тоже включить. Нажимаем применить. И если у нас видеокарта от AMD. Актуальные настройки я подсказать не смогу. Но примерные плюс-минус можем глянуть. Тут все проще простого. Выбираем киберспорт. Качество фильтрации текстур. Производительность. Режим тесселяции. Переопределить настройки приложения. И наконец максимальный уровень тесселяции отключить. Нажимаем поиск. Пишем. Параметры. Режима игры. Режим игры мы оставляем включенным. Геймбар. Обязательно отключаем. Записи. Все, что здесь будет указано, все это отключаешь. Либо с помощью файлов реестра. Чуть позже покажу полностью в эпилиум Xbox Game Bar. Если у тебя Windows 10. Переходишь на конфиденциальность. Опускаешься в самый низ. Ищешь фоновые приложения. И отключаешь все фоновые приложения. Если Windows 11. Нажимаем поиск. Пишем. Изоляция. Ядра. Целостность памяти мы обязательно отключаем. И после всех этих настроек сделай перезагрузку своей системы. С основными настройками мы закончили. Сейчас я рекомендую зайти в игру. Побегать. Посмотреть, что у тебя по производительности. Если все устраивает. Так и оставляешь. Следующие манипуляции не стоит делать. Если же нет. Качаем архив. У меня в телеге. Либо в дискорде. Где удобнее. Перекидываем папку на рабочий стол. Здесь есть три папки. И приложение. Настройка видеокарты. То, что я показывал ранее. Очистка. Открываем Delete Time Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Да. То, что не удаляется. Нажимаем просто Отмена. И возвращаемся назад. Далее. Delete Them Files папка номер 2. Снова выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Да. То, что не удаляется. Отмена. Возвращаемся назад. Открываем диск CleanUp. Выбираем диск C. Нажимаем ОК. Очистить системные файлы. Снова диск C. ОК. Ставим везде галочки. И нажимаем ОК. Открываем схема питания. Команда. Копируем команду. Нажимаем Pkm. Копировать. Нажимаем Pkm на пуск. Windows PowerShell Administrator. Либо командная строка. Нажимаем Да. Далее Ctrl плюс V. Если не нажимается. Нажимаем просто Pkm и Enter. Закрываем. Открываем ярлык. Схема питания. Показать допсхемы. И здесь у нас появляется максимальная производительность. Открываем MSI Mod. Pkm. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. Закрываем. Ну и наконец самое интересное. Это твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию. Я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается. Открываем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть сразу бэкапчики. Вдруг чего если ты забыл сделать бэкапы. Активация простая. Либо же делаем заранее. В картинках для рукастых. И красиво расписал. Как тебе больше нравится. Как тебе более удобнее. Первые 2 файла реестра. Отключают Xbox DVR. Нажимаем Pkm и слияние. Далее. GameDVR 2. Pkm и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния. Нажимаешь просто 2 раза Lkm. Либо открыть. То есть опускаешь как обычное приложение. Отключивая систему Pkm и слияние. Сетевой тротлинг пропускаешь. И системный приоритет тоже Pkm и слияние. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким фпс. То по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится. До скорых встреч.